Здравствуйте! Следующий урок — кэширование. Кэширование — это важнейший механизм, позволяющий значительно ускорить работу сайта и снизить нагрузку на сервер. Рассмотрим работу кэширования на примере компонента новости в разделе «Новости». Переходим в раздел «Новости» и давайте включим режим отладки. Этот режим позволяет проанализировать работу компонента и работу страницы в целом. Сбросим кэш. А мы увидим, появились запросы в этом компоненте. Уберем параметр в get, отвечающий за сброс кэша, и обновим страницу. Как мы видим, запросы пропали. Теперь рассмотрим общий принцип работы кэширования. Итак, у нас есть компонент, логика работы компонента, компонент PHP, в который поступает массив входящих параметров rparams. В компонент PHP реализуется логика работы, зачастую это вызов API с дополнительными запросами к базе данных, и, как результат, вывод массива rresult. Если в компоненте используется кэширование, то массив rresult сохраняется в кэше и также передается в шаблон template.php, в котором формируется представление визуальное в виде HTML и также сохраняется в кэше. Если же компонент работает в режиме кэширования и на странице, на котором он представлен, есть актуальный кэш, то, соответственно, выводится HTML из кэша напрямую, без обработки запросов к базе данных. Кэширование позволяет значительно снизить нагрузку на сервер за счет сокращения запросов к базе данных и уменьшить количество выполненного кода в компоненте. Это важно как для проектов на виртуальном хостинге, где мало ресурсов, так и на высоконагруженных проектах, где очень важно оптимизировать все по максимуму. Важно запомнить, что кэш — это не панацея. Важно, чтобы сам проект работал быстро, без посещаемости, без включенного кэша. Кэш стоит воспринимать как оптимизацию проекта. Управлять кэшированием можно разными способами, например, в административном разделе. Давайте перейдем в раздел «Настройки продукта», «Автокэширование». Здесь во вкладке «Кэширование компонент» можно включать и выключать автокэширование. Автокэширование — это позволит включить или выключить кэширование во всех компонентах, поддерживающих этот механизм. Также здесь во вкладке «Очистка файлов кэша» можно очистить весь кэш, который есть на сайте. Следующая возможность управления кэшем — это управление кэшем конкретного компонента. Например, для компонента «Новости» есть специальная настройка кэширования. Для каждого компонента есть два типа кэширования. В случае не кэшировать тогда уже три типа — это «Автокэшировать» и «Некэшировать». И задается время кэширования. В компоненте «Списка новостей» можно задать еще две опции — это кэшировать при установленном фильтре и учитывать права доступа. Также можно регулировать кэш с помощью кнопки «Сбросить кэш», но стоит отметить, что при нажатии на эту кнопку сбрасывается кэш только на этой странице. Давайте рассмотрим реализацию кэширования на примере «Списка новостей». Перейдем в компонент «Ньюслист» и рассмотрим некоторые основные методы. Итак, здесь мы видим метод «StartResultCache». Этот метод принимает два параметра. Первый параметр отвечает за время кэширования. Если здесь стоит false, то, соответственно, время кэширования берется из настроек компонента. И дальше параметр «Массив», который содержит в себе набор параметров, в зависимости от которых нужно производить кэширование. В данном случае проверяется кэширование групп пользователей. Если кэширование включено для групп пользователей, то, например, администратор при очистке кэша определенного компонента очистит его только для группы пользователей администратора, если он принадлежит только к этой группе. И, соответственно, параметр фильтра. Здесь кэширование зависит от фильтра. И эту опцию стоит использовать разумно, потому что при большом количестве разных значений фильтра может создаваться большое количество файлов кэша. Далее метод «AbortResultCache». Если по какой-то причине не нужно кэшировать, то можно использовать этот метод. Обычно он используется, если данные не были получены, эта функция сбрасывает кэш. Позволяет не создавать лишние файлы кэша, иначе можно заполнить свободное пространство на диске файлами кэша. Далее метод «SetResultCacheCase». Он обычно используется в конце. Вот он. Этот метод устанавливает, какие ключи из массива rResult должны попасть в кэш. Бывает, случается так, что массив rResult имеет большой объем в результате работы компонента и, соответственно, заполняет все пространство, доступное для файла кэша. Стоит сразу отметить, что размер файла кэша не может превышать 1 мегабайт. На практике это десятки килобайт. И, соответственно, мы можем ограничить сохранение массива в файле кэша вот этими ключами. Давайте посмотрим, каков действительный объем кэширования в компоненте новостей у нас на странице. Количинг режима отладки. Мы видим, что результирующий кэш здесь занимает 43 килобайта. Файлы кэша хранятся в специальной директории в разделе битрикс кэш. Давайте откроем файл кэш и посмотрим, из чего он состоит. Раздел битрикс кэш. Например, для компонента ньюслист. Мы видим здесь, что используется дата создания и окончания актуальности файла кэша. Используются метки временные. И сервизованный массив, который хранит в себе непосредственно html, результирующий. И сам rresult. Возможно также настроить хранение кэша через сервис MMCash 3PC, который работает в оперативной памяти. Что более производительное, чем использование диска при верных настройках. Итак, давайте рассмотрим распространенную ошибку начинающих разработчиков. Это реализация логики в шаблоне компонента. На примере шаблона компонента списка новостей. Давайте добавим здесь вызов какой-нибудь IP-функции. Например, установку заголовка. Сбросим кэш на странице. Мы видим, что заголовок установился. А теперь обновим страницу с использованием кэша. Видим, что заголовок встал обратно. С чем это связано? Это связано с тем, что файл шаблон template.php не исполняется при использовании кэша на странице. На страницу выводится актуальный кэш прямо из файла кэша. Начинающие разработчики, когда сталкиваются с подобной ситуацией, отключают кэширование, что в корне неверно. В шаблоне не должно быть логики. Кэширование должно быть включено. Как реализовать дополнительный функционал, мы рассмотрим в следующих уроках. Сейчас в один из битрикс используется управляемое кэширование. Это значит, что кэш сбрасывается автоматически при изменении данных. Раньше кэш сбрасывался только по истечении времени, и у контент-менеджеров изникал вопрос. Почему не видно изменение данных? Давайте добавим новость в инфоблоке «Новости». Скопируем уже имеющиеся. Изменим название. И сохраним. Теперь перейдем в раздел «Новости». Вот наша тестовая новость. Хочу подчеркнуть, что кэширование в комплексном компоненте здесь у нас включено. Тем не менее, мы видим новость. Тестовую новость. Сейчас можно поставить большое время кэша и включить управляемое кэширование. Стоит также обратить внимание, что в проектах с большим объемом часто публикуемой информации, например, на новостных порталах, включение управляемого кэширования будет не совсем оптимальным, так как кэш будет часто сбрасываться при изменении данных. Поэтому, возможно, стоит выключить управление кэшированием и выставить для каждого компонента свое время актуальности кэша. Обратим внимание. После запуска проекта кэширование в компонентах должно быть обязательно включено. Если какой-то функционал перестал работать после включения кэширования, то стоит пересмотреть реализацию этого функционала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...